Я потрясен, честно говоря, тем, что я увидел и услышал во время президентской кампании в Соединенных Штатах. Для меня это было открытие на самом деле. Я бы его сформулировал таким образом. Американский политический класс оказался гораздо менее уверенным в себе, чем нам представлялось. Сама мысль о том, что хакерские атаки, которые, в общем, происходят постоянно, тут речь не столько в хакерских атаках, сколько в использовании материалов, добытых таким образом, может повлиять на волеизъявления американцев, может подорвать самое святое, что есть в Соединенных Штатах, демократию. На мой взгляд, такой вывод является революционным. Он свидетельствует не только о том, о чем я сказал, о низкой уверенности в себе тех людей, которые эти тезисы продвигают, но и об их недоверии к американскому избирателю. Потому что если одна единственная телевизионная компания явно иностранного происхождения способна изменить волеизъявления миллионов людей, которые на протяжении 240 лет живут в самой демократичной, самой стабильной стране в мире, то это действительно заслуживает серьезного осмысления. Так что для меня это было большое открытие. Я думаю, что на выборах эта история не закончится. Наверное, это признак достаточно серьезного внутреннего кризиса политического класса, политической системы, к которому нужно подойти очень серьезно, потому что речь идет о глобальной стабильности. Когда Соединенные Штаты перестают быть предсказуемой страной, это имеет отношение ко всем нам во всем мире. Кто-то, когда я был в прошлом месяце в Соединенных Штатах, пошутил, что администрация Трампа – это некий симбиоз военной хунты и толстосумов с Уолл-стрит. На самом деле это, на мой взгляд, совершенно иной состав правительства Соединенных Штатов, иной качественно, чем то, что мы видели на протяжении последних двух десятилетий. Это группа людей, которых можно охарактеризовать как людей дела, будь то военного дела, будь то финансового дела. Но это не профессора, это не эксперты, это не люди, пришедшие из различных аналитических структур. Это люди, которые привыкли, как и сам избранный президент Соединенных Штатов, добиваться своего в результате различных сделок, которые они совершают, как правило, с позиции силы, если речь идет о финансовой и экономической сфере, либо они добиваются своего с позиции превосходящей силы на поле боя. Так что это совсем другая группа людей, это люди серьезные, это люди, на мой взгляд, стремящиеся достичь своих целей и не очень готовы идти на различные компромиссы. Так что это будет интересная команда, с которой, наверное, будет работать с одной стороны нелегко, а с другой стороны проще, потому что эти люди, на мой взгляд, исходят из довольно простых концепций интересов, будь то бизнес-интерес, будь то национальный интерес, будь то какой-то еще интерес, именно исходя из интересов, а не идеологических, теоретических и концептуальных конструкций. Субтитры создавал DimaTorzok